Здравствуйте, друзья! Доброго времени суток вам всем в данном ролике. В юмористическом формате мы продемонстрируем, как можно вообще не обращать внимания на коллекторов, на взыскателей, а уж тем более взыскателей с онлайн-займов, быть сосредоточенным на своем деле, игнорировать полностью их голословные заявления. И сделает это, конечно же, никто иной, как наш неподражаемый Герпес Адольфович. Итак, внимание, опускаем взыскателя из Е-Капусты. Поехали! Алло, здравствуйте! Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. В сервис даймов Е-Капусты, Зайкина Кристина Романовна. Разговаривает с Валерием Анатольевичем. Верно? Валерия Анатольевич, я вас внимательно слушаю. Валерия Анатольевич, звоним по вашему займу. В сервис даймов Е-Капусты. Я вижу, что вы у нас неоднократно займ оформляли. 24 займа все вернули без проблем. 25 займ у вас за должности. С чем связано? Ой-ой-ой-ой, душа моя. Вы наверняка знаете... Вот эти финансовые трудности? Ну, вы знаете, наоборот, наоборот, я вам так скажу, я на пороге определенных событий жизненных, да и не только, я не побоюсь этого слова, в масштабах всей страны, если не мило. У вас же там написано, да, в моем роде деятельности, чем я занимаюсь. Вы видеть можете или нет? Сейчас посмотрим. Ага. Да-да. Ну вот. Что там у нас на вами написано? Промывочно-пропарочный комплекс. Вот. Вот. Ну, мы не производством занимаемся. У нас там лаборатория. Лаборатория. Промывочно-пропарочный комплекс. Дело в том, что, ну, знаете, конечно, ассоциации возникают с каким-то банками, склянками. В какой-то степени это и вежно, душа моя. Ну, а тут это лаборатория. Лаборатория, и я имею степень кандидата наук химических. Вот. Ну, ладно, это, я думаю, велика. Дело в том, что я сейчас, вот я и денежки эти брал. У нас финансирование, вы знаете, какое. То есть стоит прийти к руководству, сказать, вот у меня есть, друзья, идея. Профинансируйте эту идею. Как вы думаете, что они отвечали всегда? Ну, вот как вы думаете? Вы за своими идеями ходите туда, куда вот все ходят с этими идеями в нашей великолепной стране. И мне приходилось что? Идти к вам. Олег Анатольевич, меня интересует именно момент по поводу оплаты. А я вам к ним... Я плавно, плавно, душа моя подбираюсь к этому. Ну, и вот. Все время ограничено по разговору. Ну, я вам быстро, я постараюсь это быстро все сделать, потому что... Я думаю, надеюсь, вы в этом случае, конечно же, войдете в мое положение и пойдете ко мне навстречу. Потому что я тогда обещаю вас соавторы, что ли, я не знаю, что... Ну, как? Меценаты, спонсоры, пускай так. Я готов, я готов, если хотите. Смотрите, дело в том, что я... Я тогда сэкономлю ваше время. Я все эти деньги брал на фиксажи, растворители, вот опытный материал. Ну, естественно, тратил. И брал, и опять их вам же отдавал. Ну, еще там в нескольких организациях. Ну, знаете, достаточно удобно. Пока я не сообразил, если бы я был кандидат математических наук, я бы быстрее сообразил, что это на самом деле болото. Ну, ладно. Наука, понимаете, глаза застлала. И я... Давай вот этих вот кроликов, мышей, лягушек, этих гадов... Валерий Анатольевич, вы не пять с половиной минуты рассказываете о своей жизни. Вы когда внесли? Вот, смотрите, и сейчас я наконец-то... Ну, вот буквально на той неделе я края одного вскрывал и обнаружил... Ну, знаете, вы, наверное, смотрели кинофильм «Собачье сердце». Там гипофиз они пересаживали. И я вот обнаружил странности простого анатомического гипофиза у кроля. У обычного кроля. И у меня вполне возможно, я смогу его... Но я не наскольку... Когда вас будет до плата. Как только я вот труд свой закончу, и... А почему до свидания? Что такое? Герпес Адольевич, человек от науки, занимается своим делом, увлечен по ушу, что называется, кролей вскрывает. Вы тут со своими деньгами. А теперь слушайтесь, да? 24 раза человек брал займ и отдавал. И 25-й раз решил этого не делать. Ну, конечно, они зацепились за такого. А, естественно, это, ну, один из немногих, наверное, людей, который вот так вот добросовестно тянул эту лямку тяжелую. Вы представляете себе, что было бы, если бы человек не обратился к нам за юридической защитой? То это было бы пожизненное гермо. Он бы просто жил для того, чтобы содержать вот эту вот... кормушку. Ну, как кормушку? Ну, сама себя кормит. Он бы был кормушкой той самой. И вот из таких людей, точнее, таких людей очень-очень много. Я подозреваю, что сейчас этот ролик слушает очень много людей, которые действительно в той же самой ситуации, как вот тут с вами Валерий Петрович, клиент нашей организации. И наверняка, всех-то не помню наших клиентов, но уверен, что этот человек действительно сейчас испытывает совершенно другие ощущения относительно своей жизни. Ощущения, наверное, на порядок лучше, круче, чем были до того, как он обратился к нам. Потому что действительно вот с этим онлайн-займом уже уже 100% вопрос закрыт. Потому что мы, ну, как правило, онлайн-займы от наших клиентов отстают, ну, наверное, в первые там несколько месяцев, когда они понимают, что человек под юридической защитой и взять с него нечего, просто так. А в суд им идти и спорить с подготовленными специалистами, но это глупое дело, заверяю вас. Конечно, они могут подать в суд, и это происходит на человека, который ничего не понимает, юридически некомпетентен. Это и расчет. Но если человек либо сам определяется в этой ситуации, либо обращается к специалистам, то, поверьте, шансов у онлайн-займов, ну, просто ноль. Ноль без палочки. Почему так? Посмотрите видео на нашем сайте. Ссылочка на наш сайт. В описании этого любого другого ролика. Видео рассказывается, как устроена работа кредитных юристов компаний «Алява». Это серьезно, друзья мои. Это не герпесы доля. Я считаю, серьезный уровень специалистов, которые знают, как работать не только с МФОшками, с онлайн-займами, а с серьезными банками. Для нас не имеет значения, какая кредитная организация вас кредитовала Сбербанк, ВТБ, либо какой-нибудь смешной там ее капуста. Вот мы со всеми одинаково работаем. Алгоритм работы у нас четкий, выработанный, проверенный. Не на одной сотне клиентов, и мы получаем результаты. Не верите? Посмотрите. Ссылочка на сайт. Вот сейчас в правом верхнем углу вылезет кликабельная подсказка. Вот она. На нее нажимаете, попадаете на наш сайт. Вот еще раз повторяю, если вы хотите узнать, как мы работаем, если вы хотите в конце концов стать нашим клиентом, если вам надоело жить в долгах, пожалуйста, обязательно, прежде чем оставлять заявку в форме на сайте, посмотрите видео. Это обязательное условие. После этого оставляйте заявку, с вами свяжутся наши специалисты в рабочее время. Не пропустите звонок. Звонить будут с телефона, который указан в правом верхнем углу на сайте, уже на сайте. Посмотрите на сайте, в правом верхнем углу. Ну, а кто еще не подписался на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Вступайте в группу, кстати говоря, ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого ролика, любого другого. Все ролики дублируются ВКонтакте. Еще раз повторяю, обязательно посмотрите видео на нашем сайте. Вам в помощь подсказочка. Вот она еще раз одна влазит в правом верхнем углу. Посмотрите, вот она. Ну и, конечно же, хватит уже трястись, быть в неведении. Давайте вместе бороться с этим беспределом, с банковским, не с банковским бизнесом, как таковым, а с беспределом, который сопровождает весь банковский бизнес. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты, компания «Аля». Ну и, конечно же, Герпин Садольфович тоже всегда с вами. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.